Лихорадка на белой полосе Сюжет канадско-американской драмы под названием «Лихорадка на белой полосе» во многом перекликается с содержанием других фильмов грузового жанра 70-х годов. Начинающий частный дальнобойщик, владелец бескапотного тягача «Форд» сталкивается с беззаконием и произволом со стороны местной крупной транспортной компании, не чурающейся самых жестоких методов воздействия начальников. Израсходовав все возможные законные и не совсем законные варианты борьбы с несправедливостью, он решается на отчаянные меры, а его друзья дальнобои со своими траками оказывают главному герою посильную помощь. В фильме полно киноляпов, многие из которых происходят в сценах с участием грузовика главного героя «Форд WT» 1973 года по прозвищу «Голубой Мул». «Форд» выступил спонсором фильма, предоставив для съемок три одинаковых грузовых машины. Еще три тягача киностудия купила за собственные деньги. Главная финальная сцена, в которой грузовик пролетает сквозь логотип злодейской компании, стала наиболее дорогой в фильме. На ее производство ушло около 10% всего бюджета, ненамного превысившего миллион долларов. Лихорадка на белой полосе вышла на большие экраны в 1975 году, когда фильмы и сериалы жанра тракинг начали набирать серьезные обороты. И хотя сегодня это наивное, малобюджетное кино может понравиться лишь большому любителю больших американских траков, в свое время оно привлекло к себе огромное внимание публики и окупило вложенные деньги более чем в 30-ти кратном размере. Общий вызов, общий вызов, говорит резиновый утенок. Кто меня слышит, прием. Четвертое место. «Конвой». «Конвой» 78-го. Это социальная драма с элементами боевика и комедии, в основу сюжета которой была положена песня кантри-исполнителя C.W. Маккола, дебютировавшая тремя годами ранее. Примечательно, что для фильма Маккол записал новый вариант этой песни с более подходящим текстом. Как и многие прочие грузовые фильмы того периода, «Конвой» рассказывает историю дальнобойщика по прозвищу «Резиновый утенок» и его многочисленных друзей и коллег по транспортному цеху, сражающихся за свои права. Но на этот раз не с воротилами грузового бизнеса, а сразу со всей системой, установившей слишком жесткие правила игры. И в частности, скоростной лимит на дорогах в 55 миль в час, то есть чуть менее 90 км в час. И, как и многие прочие фильмы 70-х, сегодня «Конвой» кажется наивным, нереалистичным, не слишком веселым и довольно затянутым. Тем не менее, вряд ли найдется какое-то другое кино, в котором плотность грузовиков на квадратный метр большого экрана была бы столь же высокой, как в «Конвое». Это особенность фильма. А также тот факт, что он вышел в конце 70-х, когда «Гражданское радио» или «Сибирадио» в США было на пике своей популярности, превратили «Конвой» в настоящий кинохит. С кассовыми сборами более 45 миллионов долларов при бюджете в 12 миллионов. Со временем «Конвой» превратился в культовый грузовой фильм. И до сих пор таковым остается. Интересно, что хитом «Конвой» стал не только в США и Канаде, но и в Советском Союзе. Правда, это было связано главным образом с сюжетной линией, в которой притесняемый рабочий класс в лице водителей грузовиков боролся с коррумпированной системой загнивающего капитализма. Роль «Резинового утенка» в фильме «Конвой» сыграл Крис Кристоферсон, который в то время был известен не столько как актер, сколько как исполнитель фолк и кантри-музыки. Бригада религиозных хипарей в «Желтом автобусе», которая сопровождала автоколонну и в итоге увезла живого и невредимого главного героя с его новой девушкой Мелиссой в счастливое будущее, на самом деле в основном состояла из членов музыкальной группы Кристоферсона. Знаменитый черный грузовик «Резинового утенка» — это Мэг РС-712, 1977 года. Однако во время съемок также использовалась модель Мэг РС-700. Именно она и выступила в финальной сцене «Падение из моста». Но к этому времени съемочный грузовик был настолько сильно поврежден, что уже не мог двигаться своим ходом. И с моста на самом деле его столкнул бульдозер. Оригинальный черный тягач Мэг РС-712 ЛСТ, 1977 года из фильма «Конвой» вместе с цистерной, сегодня находится в Музее транспорта в Сент-Луисе, штат Миссури. Бонд. Джеймс Бонд. Третье место. Лицензия на убийство. 16-й в серии кинокартин о Джеймсе Бонде. Фильм «Лицензия на убийство», выпущенный в прокат в 1989 году, несмотря на смешанное от крайне негативных до восторженных отзывы критиков, оказался весьма успешным в прокате, почти в пятикратном размере, окупив 32 миллиона долларов, потраченных на его производство. Негативные отзывы были связаны главным образом с тем, что фильм отличался от всех предыдущих серий более мрачным образом Бонда, которого сыграл Тимоти Далтон, и присутствием большего количества насилия на экране. Тем не менее, финальная 10-минутная сцена погони на грузовиках, в которой Бонд, наконец, разделался с плохими парнями, заставила даже самых закоренелых критиков высказать уважение к создателям картины. Как и многие другие блокбастеры, лицензия на убийство содержит массу встроенной рекламы. Пиво «Картсберг», Часы «Ролекс», Уотка «Столичная», Сигареты «Филипп Моррис». Производители этих и многих других товаров внесли свою скромную лепту в финансирование съемок в обмен на короткие кусочки экранного времени. Однако главным спонсором картины, за получившим все лавры, выступила компания «Кенвард», предоставившая 16 своих грузовиков серии W900. Три машины, получившие собственные имена – «Памела-1», «Памела-2» и «Памела-3», были серьезно модифицированы специалистами съемочной группы при поддержке инженеров из «Кенвард». Мощность двигателей «Детройт Дизель» у этой «Троицы» была доветена до 1000 лошадиных сил. Один грузовик обзавелся рамой на шарнирах, которая и позволила поставить его на дыбы. Этот трюк, а также проезд грузовика с цистерной на одном ряду колес с приземлением на вражеский джип, никогда ранее не использовались в кино. Интересно, что после премьеры лицензии на убийство «Кенвард» выпустил на рынок специальное издание тягача W900B Aerodyne под названием 007 Limited Edition, отличавшиеся от стандартных машин присутствием в специальной цветовой схеме кабины, имитирующей окраску машины с фильма, с золотистыми логотипами «Кенвард» и эмблемами 007. Кроме того, эта серия грузовиков имела улучшенное оснащение, в которое входила 300-ваттная аудиосистема с 8 динамиками, проигрывателем кассет и компакт-дисков, видеоплеер с телевизором и полутораметровый спальник с повышенным комфортом. 2 место. Смоки и бандит Смоки – это жаргонный термин американских дальнобойщиков, обозначающий провинциального полицейского. Именно поэтому фильм «Смоки и бандит», первая серия которого вышла в свет в 1977 году, в наших краях можно встретить и под другим названием – «Полицейский и бандит». Гораздо реже встречается третий вариант – «Снеговик и бандит». Это, пожалуй, самый известный и самый популярный фильм жанра тракен-моис, подтолкнувший многих молодых американцев начать карьеру дальнобойщика. Кроме того, фильм оказал сильнейшее влияние на распространение гражданского радио, а также популяризировал дальнобойный сленг, которого в оригинальной версии фильма было так много, что все дальнейшие релизы были отредактированы с использованием более традиционной лексики. Сюжет комедийной картины до безобразия прост. Два жизнерадостных контрабандиста – «Снеговик и бандит» пытаются незаконно перевести 400 ящиков пива «Корс» из Техаса в Джорджию. «Бандит», роль которого блестяще сыграл Берт Рейнольдс, на черном транземе отвлекает внимание полицейских. «Снеговик» в исполнении Джерри Рида управляет грузовиком «Кенверт W900A» с пивом в трейлере, разрисованном в стиле «Дикого Запада». Этим, друзья-аферисты, и занимаются на протяжении почти всего фильма. Прикол в том, что пиво «Корс» в те времена можно было продавать только в западной части Соединенных Штатов, тогда как на востоке США оно было официально недоступно, вследствие чего имело некий мистический статус в восточных штатах. Кроме того, считалось, что при производстве «Корс» не используются консерванты и стабилизаторы, что сильно повышало ценность этого сорта пива в среде любителей пенного напитка с восточного побережья. Именно поэтому богатый работодатель «Снеговика» и «Бандита» был готов выложить 80 тысяч долларов за 400 упаковок «Корса» для своей вечеринки, приведенных из Техаса. Только расходы на доставку обходились ему в 16 долларов за бутылку, тогда как само пиво в то время стоило чуть больше доллара. Кассовые сборы первой части трилогии «Смоки» и «Бандит» в одном только 1977 году превысили 120 миллионов долларов, при бюджете чуть более 4 миллионов. Это был второй, самый кассовый фильм 1977 года, уступивший лишь первым «Звездным воинам» Джорджа Лукаса. Показ фильма в кинотеатрах в общей сложности растянулся почти на три года, и общие сборы в итоге превысили 300 миллионов долларов. В съемках были задействованы три разных грузовика «Кенворд W900A». Два из них 1974 модельного года, один 1973. Причем знатоки могли различить их по цвету эмблемы. Серебристый у младших моделей и золотистый у старшей. Машины также различались двигателями производства «Кетерпиллар», «Детройт Дизель» и «Каменс». Однако звук грузовика в фильме всегда принадлежал мотору «Детройт», несмотря на то, что снеговик носил кепку с логотипом «Кетерпиллар». Интересно, что Берту Рейнольдсу предлагали роль «Резинового утенка» в вышедшем годом позже «Конвое». Однако он предпочел сняться во второй части «Смоки и бандит». Было ли это ошибкой? Сказать сложно. Ведь несмотря на то, что сиквел не имеет такого же культового статуса, которым обладает сегодня «Конвой», кассовые сборы «Смоки и бандит 2» почти в полтора раза превысили выручку фильма «Конвой». А вот третья часть фильма, вышедшая на экраны в 83-м, в которой Рейнольдс сыграл лишь эпизодическую роль, оказалась неудачной и не окупила вложенных в ее производство денег. Первое место. «Дуэль». Дорожный триллер «Дуэль», вышедший на большие экраны в 71-м году, стал первым полнометражным фильмом Стивена Спилберга и до сих пор входит в число лучших его работ. Некоторые критики называют «Дуэль» самым напряженным психологическим триллером всех времен. И хотя далеко не все согласятся с такой трактовкой, картина вполне заслуженно признана сегодня как культовая классика мирового кинематографа, несмотря на то, что ее общий бюджет был весьма скромным – около 450 тысяч долларов. Изначально, снятая для телевидения, «Дуэль» рассказывает историю противостояния человека за рулем красного «Плимут Вариант» и злобного маньяка, управляющего старым, ржавым, залитым маслом и еще черт знает чем – грузовиком. Причем именно грузовик выступает в роли главного антагониста, а его водитель, мельком появляющийся в кадре всего пару-тройку раз, лишь необходимый, но незначительный атрибут. Спилберг хотел, чтобы грузовиком в кадре был «Питер Билл-351», поскольку, по его мнению, внешний облик кабины этого «Пита» напоминает человеческое лицо. Но в большинстве случаев на экране мы видим модифицированный 281-й «Пит» из середины 50-х, превращенный в трехосную 351-ю модель. Настоящий «Питер Билл-351» также был задействован в съемках, но лишь в незначительных эпизодах. По сценарию, погоня в первой части фильма происходит на скорости в 90 миль в час, то есть более 140 км в час. В реальности же 351-й «Пит» с 30-тонной цистерной, не говоря уже о 281-й модели, в лучшем случае смог бы разогнаться до 120, но даже на такой скорости грузовики того времени никогда не ездили. Спилберг потребовал от своей команды любым способом выжать из грузовика эти 90 миль в час, но сделать этого так и не удалось. Съемки ключевых эпизодов проходили на скорости около 50 км в час. Однако начинающему режиссеру удалось создать ощущение высокой скорости благодаря особым приемам съемки. В частности, был использован специальный съемочный автомобиль, позволявший размещать камеру на высоте всего 15 см над асфальтом. Кроме того, Спилберг использовал необычный угол съемок грузовика на фоне скал, благодаря которому также создавалась оптическая иллюзия высокой скорости. Внимательный зритель должен заметить большое количество номерных табличек на бампере грузовика, которые, кстати, варьируются от сцены к сцене. По замыслу Спилберга, эти таблички символизируют количество жертв зловещего Питербилта, путешествующего по разным штатам. Реальный водитель Пита, сидевший за рулем во время съемок, это Кэрри Лофтин, считающийся одним из лучших голливудских каскадеров-водителей всех времен. Он был задействован в съемках восьми фильмов, представленных в нашем видео. Исключение составили лишь правонарушитель, крутые водилы, а также австралийский хоррор «Грузовик-призрак», идею которого, кстати говоря, его создатели почерпнули именно в дуэли Стивена Спилберга. Наше видео, посвященное десяти наиболее выдающимся фильмам с участием грузовиков, подошло к своему логическому завершению. Но прежде чем закончить выпуск, хотелось бы, опять же вне зачета, коротенько вспомнить еще одну знаковую франшизу, периодически эксплуатирующую грузовую тему. Как вы, наверное, уже догадались, эта франшиза называется «Безумный Макс». В серии 1981 года под названием «Воин дороги» Макс Рокотанский сидел за рулем МЭК Р600 Кул Пауэр, предположительно 1973 модельного года. А вот в последней, четвертой части, известной под названием «Дорога ярости», использовался трехосный полноприводный чешский тягач Татра 815, внешность которого киношные спицы изменили до неузнаваемости. Субтитры создавал DimaTorzok